Делаем радикальную обрезку, убираем все что наросло за лето, причем еще в течение самой весны до середины лета убираем начало ростковые почки, которые идут в середине и все равно нарастает много. Поэтому приходится убирать, чтобы раскрыть середину. Деревья не переходят при этом на плодоношение через год, а плодоносит каждый год по этой причине, что у нас все раскрыто. И вот таким образом раскрываем каждый год. И приходится, конечно, залечивать раны. Вот такой бальзам, лак-бальзам производства Германии, немецкий. Прекрасно позволяет, искусственная кора по-другому, прекрасно позволяет и способствует заживлению ран. Быстрее нарастает ковровый валик у деревьев, и оно не позволяет дереву и высыхать под этим слоем, и в то же время не пропускает туда микроорганизмы различные, микробы, грибы и вирусы. Обалденно вообще получается. Да. Ну и я всем, конечно, советую пользоваться им, потому что в наших таких аналогов нет. Ну, может быть, кто-то частным образом что-то производит для себя, варит, вары различные. То я, конечно, не варю, я вот покупаю. То есть цена оправдывается качеством этого продукта. Еще хотел от себя сказать по части вот этой подрезки. Так вот мы первый раз так активно вот в этом году подрезкой занялись. В общем, в прошлом году то же самое дело. Да, но я что хотел сказать касательно времени, когда этим нужно заниматься, подрезкой. Вот получается подрезать деревья, это достаточно такой тонкий процесс. Дереву нужно уделить полное внимание. И много. Да, его нельзя просто вот подойти, окромсать и бросить недоделанно. Вот. Его нужно доводить полностью до практически, ну, на свой взгляд, идеального состояния. Вот. И, конечно... Подземнелся у нас. Конечно, садовые, вот эти плодовые наши деревья, у нас их даже, ну, не очень много, но и немало. Вот. И чтобы их все вот так обработать, нужно свободное время. Вот. Свободное время вот у мамы или у меня. Летом его нету. А летом никто это не делает? Я имею в виду не то, что летом, а вот в весеннее время, когда вот снег уже растаял. Этого времени не хватает, Никита. Этого времени не будет, да. Вот. И, конечно, идеальный момент этим заниматься, дай бог, конечно, чтобы все прижилось, это февраль. Начало февраля мы, по-моему, начали простригать, да? Середине. Ближе к середине? Да. Ну вот. Ближе к середине февраля, когда вот еще как бы можно сидеть как будто бы у телевизора, то можно этим заниматься, можно найти свободные там час-два днем, выезжать на дачу, на участок и заниматься вот подрезкой. Видно, вот как оно красивенько получается. У нас все деревья, ну вот такой вот получились формы. Раскрытая середина. Разлапистая, да. Раскрытая середина. Ну, смотрится очень своеобразно и необычно. Вот будем смотреть, как они выглядят с листиками. Ну вот, если находить, говорю, время хотя бы по чуть-чуть, по час, по два. Днем, что, сильно замерзла? Да, замерзла. Ммм, надо машину кинуть. Да, здесь оно было, поэтому невозможно. Ну, сейчас пойдем в машину, закинем на 5 минут. Брать. Домой, короче, увозить надо пока. Подмерзает, да? Морозы ночи сильные, да. Да, ну не сегодня, вчера была самая холодная ночь, 14 здесь минус было. В общем, ищите время этим заниматься, пока лежит снег. Пока, как бы, другим ничем не занимаешься, вот это вот, можно его компенсировать. И получится так, что небольшими трудозатратами, вот так, по час, по два, по полтора, этот сад обрабатывается и приводится в порядок. Все. Всем нашим подписчикам спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok